Так, навесить этот бампер и поехать по улице. Получается, мы не имеем права, нам обязательно нужно приехать и взять разрешение у большого брата. Так по-оруловски Александр, владелец тюнинг-отелье для внедорожников, объясняет простую мысль. Без бумажки из ГАИ всё это дорогое железо – металлолом. То есть это фирменный обвес заводской? Фирменный заводской, якобы на него существуют сертификаты, но это нет. Нет, это не даёт разрешения передвигаться без согласования, соответственно, с ГИБДД. Обычный инспектор говорит, что это категорически запрещено. Боди-лифт, то есть делать выше кузов, силовые бампера, 37-е катки, большие колёса, размер которых измеряют по-американски в дюймах. Это всё пришло из-за океана, где переделка машины разрешается. В этом случае владельцу лишь дороже обходится страховка. У нас вездехода строительства карается снятием с регистрации. Но почему же мы всё равно их видим на дорогах? Как он скачет, как баскетбольный мячик прям. Владимир явно доволен своей американской классикой. И инспектор ему не страшен. Всё, в ГАИ все изменения зарегистрированы. Сколько вы кругов ада прошли? Если заниматься этим самому, то, наверное, можно и не работать, а только этим и заниматься. Поэтому есть специальные... Помощники. Помощники, которые этим занимаются, да. По какой порядок внести изменения, о каких деньгах нужно думать? Ну, это десятки тысяч рублей. 30, 40, 50, больше. Каждый случай подобной легализации уникальный. Где больше денег, где больше времени, где в ГАИ отказ за отказом, где техническая лаборатория не одобряет. Постановление правительства, которое вступит в силу 1 июня, призвано эти переделки систематизировать. Эксперты говорят упростить. Сейчас с постановлением правительства мы убираем большую часть коррупционных лазеек, во-первых, которые в этой сфере были и были чрезвычайно ресурсноёмкими. Соответственно, мы убираем большую часть сложностей с отказами сотрудников ГИБДД во внесении изменений в конструкцию. И мы, наконец-то, наводим в этой сфере порядок, который, по-хорошему, должен был быть наведён ещё в 2015 году, когда принимался технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств. Кстати, самая главная по России переделка – это перевести машину на газ. В среднем обойдётся тысяч в 50, плюс легализация. Но почти половина водителей ездит с тайным баллоном в багажнике. И вроде сервис официальный, и оборудование лучшее. Почему? Сколько, примерно, занимает времени, чтобы получить такой документ? Ну, где-то порядка месяца, наверное. Месяца полтора-два. Бывает, всё зависит от ГАИ. Для получения разрешения надо будет обратиться в подразделение ГОСТа инспекции. Перед этим он обращается в воспитательную лабораторию, которая соответствует требованиям данных правил. После этого, после получения разрешения, он проводит внесение изменений в конструкцию. ГОСТа инспекция приходит два раза. Столько же раз нужно посетить техническую лабораторию? Нужно будет посетить два раза лабораторию. Первый, соответственно, это для получения предварительной технической экспертизы. И второй, уже протокол после внесения изменений в конструкцию. А ещё финально заново пройти техосмотр. По новому постановлению будут определены чёткие сроки, в которые должны будут вписаться и инспекторы, и техспецы. Регламент для этих процедур обещают разработать в течение ближайших двух месяцев.